Тема номер 22. Истерии «Учителя поведали». Две статьи, первая из которых названа «Махатмы и Чила» и вторая «Чила» Елены Петровны Блавакской. Годы воплощения на Земле 1831-1891 годы. Первая статья впервые была опубликована в журнале «Теософист» в октябре 1884 году. Итак, статья «Чила». Несмотря на то, что по означенной теме в этом журнале было опубликовано немало статей, кажется, неверное понимание и ошибочное представление все еще преобладают. Кто такие «Чила» и каковы их возможности? Есть ли у них недостатки? И чем особенным отличаются они от тех, кто не является «Чила»? И следует ли каждое слово, произнесенное «Чила», воспринимать как «евангельскую истину»? Эти вопросы возникают из-за того, что многие люди в течение некоторого времени придерживались относительно «Чила» весьма нелепых взглядов. А когда обнаружилось, что эти представления нужно изменить, реакция в отдельных случаях была довольно бурной. Слово «Чила» означает просто «ученик». Оно выкристаллизовалось в теософской литературе и в разных умах имеет столько же разнообразных определений, как и само «Бог». Некоторые люди зашли так далеко, что считают, будто человек, являющийся «Чила», сразу оказывается на том уровне, когда каждое, даже неудачно произнесенное им слово, должно восприниматься как «экс-катедра», что означает с латинского буквально «скафедры». И он лишен ничтожного удовольствия говорить, как обычный человек. Если же обнаружится, что какое-то подобное высказывание было им сделано по собственной инициативе и на свой страх и риск, то его обвинят в том, что он вводит своих слушателей в заблуждение. Пора исправить это ложное мнение раз и навсегда. Существует «Чила» и «Чила», точно так же, как есть «Махатмы» и «Махатмы». В действительности существуют «Махатмы», которые сами являются «Чила» тех, кто еще выше. Но никто, например, не спутает «Чила», только что начавшего свой трудный путь, с более высоким «Чила», который является «Махатмой». Фактически «Чила» – это несчастный человек, ступивший на неизведанный путь, как говорит Кришна, самый трудный путь. Вместо того, чтобы быть постоянным выразителем воли своего гуру, он чувствует себя в мире более одиноким, чем те, кто не является «Чила». А путь его сопряжен с опасностями, которые устрашили бы многих претендентов, если бы описать в истинных красках. Так что взамен благосклонного приема гуру и сдачи вступительного экзамена с перспективой стать бакалавром оккультного искусства под постоянным и дружеским руководством своего учителя, в действительности он прокладывает себе путь на закрытую территорию и с этого момента должен или бороться и победить, или умереть. Вместо того, чтобы принять, он должен быть достойным принятия. И он не должен предлагать себя. Один Махатма недавно написал «Никогда не навязывайте нам себя, пчела, ждите, когда это снизойдет на вас». Если человек принят в качестве чела, то неверно, что он является всего лишь инструментом гуру. Он говорит, как обычный человек, как и прежде. И только когда учитель, используя магнетизм чела, посылает через него подлинное письменное известие, тогда наблюдатели могут сказать, что через него пришло сообщение. Случается, когда порой бывает с любым человеком, что они произносят верные и красивые высказывания, но это не значит, что в это время гуру говорит через чела. Если в уме есть зерно доброй мысли, влияние гуру, подобно ласковому дождю для семени, может вызвать его к внезапной жизни или необычному цветению. Но это не голос учителя. В действительности, в случае, когда учителя говорят через учеников, большая редкость. Способности чела по мере их развития меняются. И каждому следует знать, что если чела обладает какими-то силами, ему не дозволено пользоваться ими, за исключением редких и особых случаев. И он никогда не должен похваляться ими. Так что у тех, кто только начинает, возможностей силы не больше, чем у обычного человека. На самом деле, стоящая перед чела цель не приобретение психологической силы. Его главная задача отбросить непреодолимое чувство личности, плотную завесу, искрывающую от взора нашу бессмертную часть, истинного человека. И до тех пор, пока он позволяет этому чувству оставаться, он будет стоять у самой двери акультизма, не в состоянии продвинуться дальше. Сентиментальность не годится для чела. Его работа тяжела, а путь – каменист и долг. Сентиментальность он просто не будет продвигаться вообще. Неужели он ждет учителя, чтобы тот приказал ему показать свою отвагу, бросившись с обрыва или покорив ледяные кручи гималаев? Счетная надежда. Так они не зовут. И потому, коли он не склонен рядиться в сентименты, то и публика, желая посудачить о нем, не должна набрасывать ложную вуаль сентиментальности на все его действия и слова. Давайте же отныне смотреть на чела несколько более проницательно. На этом декламирование статьи «Чела» Елены Петровны Блаватской завершено. Далее вторая статья «Махатмы и чела». Данная статья впервые была опубликована в журнале «Теософист» в июле 1884 году. Итак, статья «Махатмы и чела». Махатма – это выдающаяся личность, путем специальной подготовки и образования, развившая в себе высшие способности и достигшая такого духовного знания, какого заурядное человечество достигнет лишь пройдя бесчисленные вереницы перевоплощений в ходе космической эволюции. Если, конечно, оно тем временем не пойдет против целей природы и не вызовет тем самым свое собственное уничтожение. Процесс саморазвития Махатмы продолжается в течение целого ряда воплощений, хотя их сравнительно и немного. Итак, что же перевоплощается? Оккультное учение, насколько оно для нас раскрыто, показывает, что первые три принципа умирают более или менее одновременно с тем, что называется физической смертью. Четвертый принцип – вместе с низшими частями пятого, которым присущи животные пристрастия, имеют в качестве своего местопребывания к Амалоку, где они претерпевают агонию дезориентации, пропорционально силе своих низших желаний. Высший Манас – чистый человек, связанный с шестым и седьмым принципами, вступает в Девакхан, чтобы насладиться последствиями своей доброй кармы, а затем вновь воплотиться, как более высокая индивидуальность. Итак, в сущности, проходящее оккультное обучение в последовательной цепи своих рождений, при каждом воплощении остается все меньше и меньше низшего Манаса, пока не наступит время, когда весь его Манас, будучи всецело высшего порядка, сосредоточится на высшей индивидуальности, и тогда про такого человека можно сказать, что он стал Махатмой. В момент его физической смерти все его четыре низших принципа разрушаются без страданий, ибо для него они фактически подобны предметам гардероба, которые он по желанию снимает и надевает. Следовательно, подлинный Махатма – это не физическое тело, а высший Манас, который неразрывно связан с Атмой и ее проводником, шестым принципом. Союз, созданный в сравнительно короткий период, благодаря прохождению через процесс саморазвития, установленной оккультной философией. Поэтому, когда люди выражают желание увидеть Махатму, то в действительности они явно не понимают, чего просят. Как могут они надеяться увидеть физическими глазами то, что превыше их зрения? И неужели они просят и охотятся именно за телом, всего лишь оболочкой и маской? А предположив, что они видят тело Махатмы, как они могут узнать, что за этой маской скрывается возвышенная сущность? По каким критериям будут они судить, отражает ли Майя, представшая перед ними образ истинного Махатмы или нет? И кто скажет, что физическое не есть Майя? Высшие явления могут восприниматься только соответствующими высшими чувствами. И поэтому тот, кто хочет видеть подлинного Махатму, должен задействовать свой мысленный взор. Он должен так возвысить свой Манас, чтобы его восприятие сделалось чистым и все туманы, созданные Майей, рассеялись. Тогда его видение станет ясным и он увидит Махатму, где бы он ни находился. Ибо вследствие слияния с шестым и седьмым принципами, которые вездесущи и повсеместны, Махатмы, можно сказать, присутствуют повсюду. Но в то же время, подобно тому, как если бы мы, стоя на вершине горы, имели бы перед глазами всю равнину и все же не различали отдельных деревьев или участков, поскольку с такой возвышенной позиции все находящееся внизу почти одинаково, а наше внимание привлекается к чему-то отличающемуся от своего окружения. Точно так же, хотя все человечество находится перед мысленным взором Махатм, нельзя ожидать, что они будут обращать особое внимание на каждое человеческое существо, пока это существо своими поступками не привлечет к себе исключительное внимание. Их особой заботой являются высшие интересы человечества, ибо они отождествлялись с мировой душой, которая пронизывает человечество, и тот, кто привлечет их внимание, должен сделать это через сию душу, наполняющую собой все. Такое восприятие Монаса можно назвать верою, но его не следует путать со слепой верой. Слепая вера – выражение, нередко употребляющееся для обозначения веры без осознания или понимания, тогда как истинное восприятие Монаса – это такая просвещенная вера, которая и является истинным смыслом самого слова «вера». Эта вера в то же самое время должна быть связана со знанием, то есть опытом, ибо истинное знание приносит веру. вера есть восприятие Монаса, пятого принципа, тогда как знание в подлинном значении этого термина является способностью интеллекта, то есть духовным восприятием. Короче говоря, высшая индивидуальность человека, которая складывается из его высшего Монаса, шестого и седьмого принципов, должна действовать как единое целое, и только тогда возможно обретение божественной мудрости, ибо божественное может быть воспринято только божественными способностями. Поэтому желание, побуждающее человека просить об ученичестве, это стремление настолько постигнуть действие закона космической эволюции, чтобы трудиться в гармоничном согласии с природой, вместо того, чтобы по неведению идти наперекор ее целям. На этом декламирование статьи «Махатмы и Чела» Елены Петровны Блаватской завершено. Далее предлагается к ознакомлению выборки из теософского словаря, составленного Еленой Петровной Блаватской, терминов и определений, которые в свою очередь выше были использованы в комментарии авторам, и которые ранее уже были представлены для ознакомления в предыдущих аудио-видеотомах настоящей серии материалов «Тайная доктрина». Лану или Лену – санскрит. Ученик – то же, что Чела. Махатма – санскрит. Буквально «великая душа», адепт высшей степени. Возвышенные существа, которые, достигнув полной власти над своими низшими принципами, живут таким образом без препятствий со стороны человека из плоти и обладают знанием и силой, соответствующими той стадии, которую они достигли в своей духовной эволюции. На языке пали называются рахатами и архатами. Принципы. Элементы или первичные сущности. Основные дифференциации, на которых и из которых построено все. Мы применяем этот термин для обозначения семи индивидуальных и фундаментальных аспектов единой всеобщей реальности в космосе и в человеке. Отсюда также семь аспектов в их проявлении в человеке. Божественный, духовный, интеллектуальный, психический, астральный, физиологический и просто физический. Камалока. Санскрит. Полуматериальный план, субъективный и невидимый для нас, где развоплощенные личности, астральные формы, называемые камарупами, остаются до тех пор, пока не исчезнут оттуда после полного уничтожения последствий ментальных импульсов, породивших эти эдолоны человеческих и животных страстей и желаний. Это гадость древних греков и аманти-египтян, страна безмолвных теней. Подразделение первой группы трайлокья. Дева-чан. Санскрит. Обитель богов. Промежуточное состояние между двумя земными жизнями, в которые входит эго, атма-будхи-манас, или в одно преобразованное троице. После своего отделения от камарупы и разложения низших принципов на земле. Атма или атман. Санскрит. Вселенский дух. Божественная монада. Так называемый седьмой принцип в семиричном строении человека. Высшая душа. Манас. Санскрит. Буквально ум. Ментальная способность, превращающая человека в разумное и нравственное существо и отличающая его от простого животного. Синоним махата. Эзотерически, однако, это означает в широком смысле высшее эго или чувствующий, перевоплощающийся принцип в человеке. В узком смысле теософы называют его будхи-манасом или духовной душой. Противоположность его человеческому отражению кама-манасу. Манада греческий единство единица но в оккультизме это часто означает объединенную триаду атма-будхи манас или дуаду атма-будхи ту бессмертную часть человека, которая перевоплощается в низших царствах и постепенно продвигается через них к человеку и затем к конечной цели нирвани. индивидуальность одно из названий данных в теософии и оккультизме человеческому высшему эго мы различаем бессмертное и божественное эго и смертное человеческое эго которое погибает последнее или личность личное эго переживает мертвое тело лишь на время в кама-локи индивидуальность же существует вечно эго латинский я сознание в человеке я есть я или чувство я есть эзотерическая философия учит о существовании двух эго человеки смертного или личного и высшего божественного и безличного называя первое личностью второе индивидуальностью карма санскрит физические действия метафизические закон воздаяния закон причины и следствия или нравственная причинность не мезида но лишь в одном смысле в смысле плохой кармы это одиннадцатая недана во взаимном сцеплении причин и следствий в ортодоксальном буддизме но это также сила управляющая всем результатом нравственного действия метафизическая самскара нравственное следствие действия совершенного для достижения чего-либо удовлетворяющего личное желание существует карма наших достоинств и карма наших недостатков карма не наказывает не награждает она есть просто единый всеобщий закон безошибочно и так сказать слепо направляющий все другие законы производящие определенные результаты в направлениях определенных соответствующими им причинностями когда буддизм учит что карма есть то духовное зерно каждого существа которое единственное переживает смерть и сохраняется при переселении или перевоплощении то это просто означает что после каждой личности не остается ничего кроме ею порожденных причин причин которые суть неразрушимы то есть которые невозможно удалить из вселенной пока они не перейдут в свои законные следствия и так сказать не будут стерты ими таки не 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 породивши личности соответствующими следствиями последует за перевоплощенным эго и настигнут его последующим воплощением пока пока полностью не будет установлена гармония между следствиями и причинами ни одна личность чистое сцепление материальных атомов и инстинктивных и ментальных свойств не может конечно сохраниться как таковая в мире чистого духа лишь то что бессмертно по самой своей природе и божественно своей сущности то есть эго может существовать вечно и так как именно эго выбирает личность которую оно одушевит после каждого девакхана и получает через эти личности последствия созданных кармических причин то это эго и есть я которое было упомянуто как духовное зерно и воплощенная карма единственное что переживает смерть майя санскрит иллюзия космическая сила делающая возможным феноменальное существование и вследствие этого восприятие в индузской философии лишь то что неизменно и вечно называется реальностью все 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 подвержено изменению через разложения через разложение и дифференциацию и что имеет вследствие этого начала и конец считается майей иллюзией на этом декламирование 22 аудиовидеотома из серии «Учителя поведали» которые были включены две статьи Елены Петровны Блаватской вместе с выборкой терминов и определений из теософского словаря составленного Еленой Петровной Блаватской на этом завершено «Учителя» «Учителя»